Hello dear listeners, we continue reading the book Haruki Murakami Kafka on the Shore. И в этой книге мы дошли до места, когда старик японец попадает в богатый особняк к Джонни Уокер, ловцу котов и кошечек. И в этом особняке происходит кровавая сцена. Джонни Уокер безжалостно на глазах у японца издевается над кошечкой, но он объясняет свои поступки тем, что это проект, и он хочет создать некую флейту из душ кошечек и котов. И в этом проекте очередной шаг это убийство. И Джонни Уокер объясняет старику японцу, что это убийство, а именно убийство самого Джонни Уокер должен совершить безвинный японец, который наотрез отказывается это сделать. Но после того, как на его глазах происходит издевательство, он хватает нож и два раза ударяет Джонни Уокер. Тот падает к ногам японца мертвым. В этой луже крови находится Джонни Уокер, а еще две кошечки, которые, по всей видимости, оказались невредимыми. Окей, let's read and repeat and translate. Громадный черный пес появился откуда-то и сел рядом со своим мертвым хозяином. Возможно, он плюхнулся на пол рядом со своим хозяином в эту лужу крови, но Наката не помнил подробностей. Его голова была тяжела, и перед глазами появился туман. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Его ум стал туманиться, но пока он осознал, что теряет сознание, он погрузился в кромешную темноту. Окей, let's go to the next cassette. Наката очнулся, лежа в сорняковой траве, и глаза его были устремлены к небу. По мере того, как он просыпался, он открыл глаза. Была ночь, но он не видел ни звезды, ни луну. И все-таки небо было слегка подкрашено светом. Он мог ощущать запах летней травы и слышать жужжание насекомых вокруг. Каким-то образом он оказался на том самом заброшенном лоте, в который ходил каждый день. Feeling something rough and warm brushing against his face, he turned and saw two cats eagerly licking both his cheeks with their tiny tongues. И чувствуя какую-то шероховатую поверхность и в то же время какое-то тепло, которое было рядом с его щекой, Он повернулся и увидел двух кошечек, которые облизывали его щеки своими крошечными язычками. Это была кошечка Гома и сиамская кошечка Мими. Наката медленно присел, протянул руку и погладил их. Кошечки закричали, как будто показывали, что они не были. Как будто пытались жаловаться на что-то, но Наката не мог понять ни одного слова. He had no idea what they were trying to tell him. Он понятия не имел, что они хотели ему сказать. They were just two cats meowing. They were just two cats meowing. Это просто были две кошечки, которые мяукали. I beg your pardon, but I can't understand what you are trying to say. Я прошу прощения, но я не понимаю, что вы пытаетесь сказать. Он встал и ощупал свое тело для того, чтобы быть уверенным, что ничего не пропало. Он не чувствовал боли, и его руки и ноги нормально работали. His eyes took some time to adjust to the darkness. Глазам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к темноте. But once they did, he saw that there wasn't any blood on his arms or clothes. Но по мере того, как они привыкли к темноте, он убедился, что не было крови ни на его руках, ни на его одежде. His clothes weren't rumped or messed up either, and looked the same as when he'd left his apartment. Его одежда не помялась, и она выглядела точно так же, как будто он только что вышел из дома. His canvas bag was right there beside him. Его полотняная сумка была рядом с ним. Lunch and thermos inside. В ней находились завтрак и термос. And his hat was inside his trouser pocket, where it belonged. И его кепочка была в кармане брюк, там, куда он ее положил. Everything was in order. Все было в порядке. Nakata couldn't work out what was going on. Nakata couldn't figure out what was going on. И Nakata не мог понять, что произошло. In order to save the two cats, he'd stabbed Johnny Walker, the cat killer, to death. Для того, чтобы спасти двух кошечек, ему пришлось пырнуть Johnny Walker, ловца котов. И он его убил. That much he remembered all too clearly. That much he remembered all too clearly. Эту часть он помнил очень ясно. He could still feel the knife in his hands. Он даже мог ощущать и сейчас нож в его руке. It wasn't a dream. Blood had spurted out of Johnny Walker and he'd collapsed to the floor. It wasn't a dream. Blood spurted out of Johnny Walker and he'd collapsed to the floor. Это не было сном. Кровь лилась из Johnny Walker и он рухнул на пол. Curled up and died. Он свернулся калачиком и умер. Then Nakata had sunk back on the couch and lost consciousness. А потом Nakata упал на софу и потерял сознание. And the next thing he knew, here he was lying among the weeds in the vacant plot of land. And the next thing he knew, here he was lying among the weeds in a vacant lot. А следующее, что произошло, это то, что он очнулся, лежа на заброшенном лоте среди сорняков. But how did he get back here? But how did he get back here? Ну как он сюда добрался? He didn't even know the road back. Он даже не знал дороги назад. And his clothes had no blood on them at all. И на одежде совсем не было крови. Seeing Mimi and Goma beside him proved it wasn't a dream. Но то, что Mimi и Goma были рядом с ним, это доказывало, что все это не являлось сном. But for some strange reasons now he couldn't understand a word they said. Но сейчас, по каким-то странным обстоятельствам, он не мог разобрать ни слова, которое они произносили. Knockat aside. Knockat вздохнул. He couldn't think straight. Он не мог растужлать здраво. But never mind. He'd work it all out later. But never mind. He'd figure it all out later. Но ничего. Он с этим разберется позже. He slung the bag over his shoulder, picked up the two cats and left the vacant lot. He slung the bag over his shoulder, picked up the two cats and left the vacant lot. Он перебросил сумку через плечо, поднял двух кошечек и покинул заброшенный лот. Once outside the fence, Mimi started to squirm, as if she wanted to be let down. Когда он вышел за забор лота, Mimi начала подмяукивать, как будто она хотела, чтобы он опустил ее на землю. Knockat allowed her to the ground. Nakata опустил ее на землю. Mimi, you can go back home on your own, I imagine. It's nearby. Mimi, you can go back home on your own, I imagine. It's nearby. Mimi, я понимаю так, что ты сама можешь добраться домой. Твой же дом поблизости. That's right. Mimi's wagging tail seemed to say. That's right. Mimi's wagging tail seemed to say. Да, это так. И похоже, что хвостик Mimi это подтвердил. Nakata doesn't understand what's happened. Nakata doesn't understand what happened. Nakata не понимает, что произошло. Но по каким-то непонятным обстоятельствам я с тобой не могу больше разговаривать. Но я смог найти кошечку Гуома. И мне лучше отнести ее в семью Куизуми. Everyone's waiting for her. Все ее ждут. Thank you so much for everything, Mimi. Thank you so much for everything, Mimi. Mimi, спасибо тебе большое за все. Mimi meowed, wagged her tail again, then scurried off and disappeared around the corner. Mimi meowed, wagged her tail again, then scurried off and disappeared around the corner. Mimi meowed, wagged her tail again, then scurried off and disappeared from the corner of the corner of the house. There was no blood on her either. There was no blood on her either. На ней тоже не было крови. Nakata decided to remember that. Nakata decided to remember that. И Nakata решил, что этот момент он запомнит. Well, that's all for today. Thanks for being with us. I hope you enjoyed reading. See you next time. And have absolutely great day. Bye-bye.